Минус пять солнца и лишь лыжники кругом. На лыжном стадионе прошли городские соревнования среди школьников по лыжным гонкам. Мероприятие началось с торжественного построения участников, где гонщиков поприветствовал директор детско-юношко-спортивной школы Сергей Андрюшин. По традиции, общеобразовательные учреждения выставили на гонку участников больше, чем требовалось по регламенту. Таким образом, на старт выходит более 260 спортсменов, которые порадовали зрителей не только своим участием, но и быстрыми секундами. В день прохождения соревнований гонка свободным ходом. По словам организаторов мероприятия, трасса находится в идеальном состоянии. Поэтому гонка получится быстрой. Превосходная погода. Трасса подготовлена отлично. Нарезаны лыжня на спусках, на подъемах. Трасса жесткая. Все довольны. Настроение у всех замечательное, боевое. Результаты, я думаю, сегодня будут тоже просто хорошие. Первыми на старт вышли школьники. Перед участниками соревнований стояла задача преодолеть непростую дистанцию длиной от 1 до 5 километров. У подготовленных лыжников больших сложностей не возникло. Зато новичкам, чтобы добраться до финиша, пришлось изрядно попотеть. Даже пересекая финишную черту, они рушились без сил на снежное покрытие. Следующими на лыжню вышли взрослые. Для них состоялся зимний фестиваль сдачи НОРФГТО. Для большинства участников сдачи НОРФГТО не новинка. И многие уверены в своих силах. Чувствую себя молодым до сих пор. Хотел бы самому себе доказать, что я еще смогу. Просто интересно. Люблю занимать места. На лыжах я с детства стою. Отец с 5 лет поставил. Бегал раньше в школе и в горном, когда учился. Да что ожидаю? Знаю, что уложусь по времени. Ну да, что я уложусь по времени в своем возрасте. Норматив я смотрел, знаю. Свои барьеры какие-то внутренние преодолеть. Посмотреть, могу ли. Более опытные участники соревнований подали пример подрастающему поколению. Это огромный шаг для привлечения молодежи к здоровому образу жизни. Сейчас идет очень большая работа по созданию массовости в сдаче нормативов ГТО. И, ну, по крайней мере, все дети, которых я знаю, очень желают сдавать, сдают. Но тут загвоздка у кого-то в плавании. А так все сдают. Следующий этап сдачи ГТО состоится 19 марта. Любители спортивной жизни будут сдавать подтягивания, отжимания, пресс, подъем гири и плавание.